Субтитры создавал DimaTorzok У дежурной смены какие-то были особенности, замечания, все нормально, да? Ну, уважаемые коллеги, сегодня праздничная смена, 23 февраля. Я хочу поздравить всех наших мужчин. Желаю вам здоровья, радости, удачи, свершений творческих, не унывать, все время идти вперед. Поэтому спасибо вам большое за ваш труд. Есть народ у нас особый, самый высший в мире, пробы песен и петь. Такой мастак, он всегда всего добьется, фельдшерами он зовется. Так и только так. Он всегда всего добьется, фельдшерами он зовется. Так и только так. Домосед привязан к дому, и по случаю таком он из дома не на шаг. А ребята из бригады день и ночь дорогам рады. Так и только так. А ребята из бригады день и ночь дорогам рады. Так и только так. Добрый. Как фамилия ваша? Вечером в жених влюбленных не найдешь определенных так. И только так. Вечером в жених влюбленных не найдешь определенных так. И только так. Встречайте. Вечером влюбленных не найдешь определенных так. Здравствуйте. Отмойка скоро отпадет. Ну что? Не хотят? Не хотят отпускать. Вечер добрый. Добрый. По лесенке прогуляемся. Видите? на себя несколько слов что случилось упал с высоты понятно так это по верхнему набежала столько а снизу а снизу что не поставили как полагает если кровь бежит давайте тогда трубку дренажку какую-то трубу стерильная скальпель подшиться спиртовые салфеточки трубу еще забери с ними спасибо все хорошо так еще маленечко сейчас посмотрим может обойдет о все побежала я знаю что должна быть там кров еще нашли кровушку которая мешает жить так банку меняйте быстрее бутылка полная вылилась кубов 100 наверное там еще хорошо ну ладно так пойдемте снимечки смотреть будем наверное сейчас мы еще знаете сейчас на чутье сделаем наверное все таки его еще и и слева пропунтирую бережу налог бережат давайте еще с левой стороны просто пропунтирую плевральную полость что мне еще мне шприцы десятку толстую иголку все есть а куда же деваться то дренаж второй все тоже самое собираем значит давать также скальпель зонт а а а а ну че пишите выписку ну значит без документов я когда мишарина привез там тоже документов не было взяли вот туда под спину ой мама раз два поехали опа сейчас 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 до свидания всем спасибо спасибо а у тебя пульс оксиметр видно а пульс оксиметр видно да 99 а ну хорошо все поехали а а а а а а ух ты сатурация сотня вот он аж как лечебная транспортировка конечно же нужны исследования компьютерных томографов там данные узи лаборатория но наши работают быстрее четче и правильнее когда нет возможности быстро что сделать когда нет ложное состояние вот и в этом отношении как бы наш доктор гораздо более профессионален вот по стандартам терапии на западе вот надо что было там а б в г д в исследовании сделано если там а и с сделано а б нет тоже как бы это немножко замедляет вот процесс вот наш наши доктора ну немножко по другому научили здесь интуиция навык опыт имеет огромное значение вот и доктор у нас вот я говорю один есть очень хороший кушет гинеколог много-много лет работает у нас прилетели мы в город новая ляля на вертолете причем прилетели по другому поводу за другим пациентом за другой пациенткой ну и попросили нас говорят посмотрите вот тут девочка болеет понять не можем что он заходит встал в дверях так здесь сепсис надо оперировать давайте срочно в операционную вот и сто процентов попадания видят только внешний вид пациента где это последний он тоже подбрасывает и ты Там гематома наросла по данным КТ. Ну и после Кесарева там было пару эпизодов умеренной бротикардии, но вроде все выровнялось, но сидят ждут нас. Там, где обычно делают в Кесарево сочинение, мы будем оперировать. Медицинная катастрофа, где есть, там будем оперировать. В принципе, операционная, там по большому счету инструменты есть у нас. Долг главное, в нужное положение. Долг, наносим, наносим. Тридцать восемь лет. Почему это? Недель. Долг... Долг. Долг. Сейчас она стабильна, как вы ее взяли на трубу, она стабильна, все на одном углу. Сейчас толчусь вперед. Вот, все хорошо. Вот теперь цепляйте. Коагулятор? Да, да, включайте, включайте. Она где там? На пешеходнике снесли ее? Так? Просто шла? Ну, не просто, с емкостью пивной. Еще и пивной. Да. Молодец, все в нашей стране получится. Все у нас будет хорошо. Вот ее уже и видно. Вот так уже ее видать, докусались. Так, мне салфеточку с водой просто на носку поположить. Что? Попробуем? Гематома-то здоровенная. Да, ушут хороший. Хороший ушут. Видишь, бобровая носка. А кровь не брали у тебя? Красную. А бессмысленно на фоне гематомы? Нет, перья брали. Во время операции. А, во время? Нет, нет. Перевед операцию? А, вы капали все. Да, конечно. Там три пакета армастов. А, вы капали? Да, конечно же. У беременных-то там у них. Плюс еще гиповолиния, плюс еще... Ну вот, да еще плюс, извините меня, гиповолиния, это вот это вы не забывайте. Если 4 промилле алкоголя. И все равно за счет ушиба однозначно будет. Утешает в этой ситуации только одно. Кстати, вот статус локалис, вот у ликварея сказал. То, что... Женщины, их в принципе убить тяжело, а беременны не как кошки их. Убить ее, как оказалось. Да, да не. Она уже не беременна. Вот у ликварея. До 42-х суток она еще беременна считается, поэтому есть надежда. Угу, угу, угу. Ну, понятно. Ну, подъеду, посмотрим, что там. Чем сможем помочь, поможем, конечно же. Ага, ладно, все. У нас часто во время поездок... Так вот начинаем. Поедешь в одно место, а потом с одной территории позвонят, с другой, с третьей, с четвертой. Бывает так. Потом 2-3 территории еще попутно собираем, пока едешь куда-нибудь. Единственная просьба, вы помогите нам его, если возьметесь. Завтра. Все, все. Ну, там дети-то... Дети-то, кстати, адекватные. Звонит, звонка на дочка. Дети-то в коридоре стоят. Ну, пускай. 5 минут, 5 секунд скажете им слово тогда, что... Чтобы мы успокоились, потому что... Они нас как грушу трясут, что ли? Ясно. Ясно. Ага. И листок его дайте, пожалуйста. Это там все где-то? Ага. Мы сейчас с докторами проговорили. Тем более была операция. Ночью оперировали, вы знаете, да? Там тоже было небольшое. Тогда вы привезли. Никогда не надо, чтобы административные ресурсы как-то подключались. Лучше больным от этого не становится. Значит, что касается вашего родственника. До завтрашнего утра его здесь лечат. Завтра утром мы приезжаем и его увозим в областной больнице. Меня больше всего волнует вот эти вот хрипы в легких, в легких, жидкость у него в легких и хрипы идут. То есть вот это... Вот поэтому и надо его готовить на эвакуацию, чтобы не было хуже в дороге. Потому что сейчас он на хорошем аппарате, сейчас он в покое под наблюдением. Любая транспортировка, как бы она ни была бережно осуществлена, она все равно ухудшает состояние. Надо хорошо, интенсивно готовить. Эвакуацией занимаемся все-таки мы, анестезиологи. Поэтому мы сейчас с докторами проговорили. Они пошагово, вот мы сейчас прописали пошагово, что им делать до утра, чтобы пациент был нормально готов, чтобы он хорошо перенес транспортировку. Завтра приезжает наша бригада и вывозит в областную больницу. Я ответил на ваш вопрос. То есть вы едете, а кто-то другой перенес? Ну не знаю, может быть я. Не смею вас задерживать. Спасибо большое, что вы уделили внимание, время. Ага, и передайте вашим ресурсам, чтобы они успокоились. Хорошо, хорошо. Лучше не будет все равно. Все, все, я понял, спасибо. Ой, все, мы собираемся. Конечно, говорит, наша профессия, в принципе, служба медицинской катастрофы, это достаточно уникальная вещь. Таких специалистов не очень много, кто умеет так оказать помощь пациенту и так его довести, чтобы он не просто доехал вот из пункта А в пункт Б, а чтобы он доехал, во-первых, без ухудшения состояния, и чтобы он доехал, и вот эта транспортировка, она в принципе не повлияла на последующие качества жизни. Чтобы мы этой перегоспитализации не нанесли вред более тяжкий, чем он, скажем так, получил бы, если бы никуда не поехал. Никто у нас не идет никогда на поводу у родственников, что, а, доктор, заберите, увезите, потому что там где-то далеко, но там хорошо, а здесь вот рядом, но плохо. Есть показания для эвакуации? Да, конечно, везем. Есть возможность? Да, конечно, везем. Мы всегда максимально стараемся именно приблизить нашу медицинскую помощь к пациенту. Но если нет показаний или состояние больного не позволяет, здесь никакие уговоры, никакие приказы, никакие распоряжения уже не повлияют. Потому что я уже говорил, за все, что с пациентом случится, все, что произойдет с больным в последующем, буду отвечать я, а не тот дядя, который мне это сказал, который меня уговорил, там еще что-то. Пойдем, пойдем собирать подарок. Подарок? Да, подарок пойдем собирать. Да, не получится. Да. Папа, папа, я не... Тихо, 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 тихо. Ты мне помогу, папа, папа. На, ты одевайся, папа, папа ведь в детку. Будешь помогать папе. Капушка будет помогать, давай. Сильно, сильно. Сильно, а это борта не расцепляет. Угу. Это ограничитель. Так, это сюда. Я сейчас не это. Ты сам? Ладно, давай, ты сам. Ладно, ты сейчас. Теперь уже. Угу. А, все, понял. Вот, видишь? Ура! Нет, не так. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Оно как бы подходит под край и сверху нащелкивается. Раз. И два. Все, вот так вот нащелкивается. Алло, слушаю вас. Че случилось? Дома? Че случилось? Ну да, ну да, да. Че, машинку высылайте тогда? Там, 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 там че? Угу. Ясно, 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 ясно. Ладно, хорошо. Давайте минут через 10 машину. Да, естественно, конечно. Да, да, да. А-а-а! Ладно? Ай-ка. Папа разговаривает по телефону. Ну, не было еще праздников, в которые он не уезжал еще. Со свадьбы не уезжал, вот. Он был на свадьбе со мной целый день. А все остальные? Всегда вызовы. Всегда вообще. Очень часто. Да, очень часто. Единственное, что если просто нас нет в городе, ну, в пределах, наверное, там, больше 2000 километров, тогда его не выдерут. То есть, тогда он недоступен. Все остальное у нас не совсем наше. Так, так, да. Зато мы умеем наслаждаться тем временем, которое нам дается вместе. Мы умеем его проводить вместе. Поехали. Далеко? Далеко. Тогда. Я тоже у меня тут? Да. Давай. Аккуратно. Аккуратно. Давай. Аккуратно. Субтитры делал DimaTorzok Все, молодцы. Молодцы, ясно. Давайте ставьте альбумин. Так, значит, что мы будем дальше делать? Я вашего ребенка забираю, увожу в Екатеринбург, в 9-ю детскую больницу, потому что, сами понимаете, там достаточно тяжелые осложнения после аппендицита начались. Да, вам сказали, да, что перитонит у ребенка. Пока у меня не макцин, у меня там без родителей. Нет, конечно, там без родителей. В принципе, вообще, по большому счету, в реанимацию родители не пускают. Это как бы вот здесь уж разрешили, разрешили. Тут он один. Потому что один больничный. Да, а там их 20 человек. И, естественно, если будут еще 20 мамочек сидеть, это с ума сойдешь. Да и мешаться ни к чему персоналу. Если не будет необходимости повторной операции, то, скорее всего, уже завтра утром он будет уже, так сказать, без трубочки во рту и уже его разбудят. Так, ну что, пойдем общаться, бумажки писать. Так, документы всякие там, все есть, да? Очень хорошо. Сколько в родственнице было, не помните? Два, три литра. Много. Было не менее трех, а то есть не четыре литра. И это было, господи, я там неправильно. Плюсы. В этом предложении не было ни единицы. Все хорошо спит. Так, значит, мы сейчас... Там контур отцепил, да? Ага. Сейчас отцепим. Переложим, потом к моему аппарату подключим. Чтобы достойка здесь не мешалась. Ну. Угу. И мы его переложим на самом обиде. Угу. А пока на время перекладки отцепим, потом все равно прицепим. Поехали. Отцепи. Аккуратно. Три, два. Опа. Все, спряй. Все хорошо. Так. Чуть-чуть наверх потянули. Все славно. Так. Чуть-чуть. На одеяло, по-моему, положить я думаю. Можно на одеяло. Давайте на одеяло. О. Давай, Надя, давай на одеяло. Угу. 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 Так, здравствуйте еще раз. Здрасте. Мы с медициной, ты на строке, Игорь Вячеславович. Рассказывайте, что случилось с ребенком. У него стакан был, перелочий чай. Что сделал? Она уронила на себя. Уронила на себя, да? Стакан чая. Понятно. Когда это было? Вчера. Значит, Резбуряна, Дарья Николаевич? Когда? Когда? Когда делали? Ну, примерно. Потому что видно по ребенку, что она безбурена недавно. Чувствует себя комфортно. А так ты беспокоилась? Ну, что ты спала? Она беспокоилась. Ну, безболивая. А безболивая, с пятнами, конечно. Так. В Екатеринбург поедете? Поедете. Поедете. Замечательно. Вы грудью кормите, да? Да, я кормлю. Вообще, помимо грудью, все что-то кушает. Ну, понятно. Ну, ладно. Так. Так. Давай. Сейчас тебя в простынь замотаем, чтобы ты у нас в тепле была. Как это юное создание зовут? Есения? Ух ты. Это кто? Это папа. Он как тут проник? Ну, он сильно хотел, разрешили ему халат одеться. Ха-ха-ха-ха. Нет, два. Нет, два. Конечно, отбор у нас идет свой. Кто-то не выдержит по профессиональным навыкам, кто-то не выдержит этого бешеного ритма жизни. Когда бывает и двое, и трое суток домой не попадаешь. Как иногда говорят. Ты, говорит, дома-то фотографии свои меняй, чтобы дети-то при встрече потом узнали. Так, рядышком садитесь. Мама, рядышком садитесь. У меня еще в машине второй ребенок. Там перитонит на вентиляции лежит. В реанимацию. Так, давай развернемся. О, все хорошо. Так, ну, как бы вот, наверное, вот досюда и все. Дальше не надо. Хорошо. Если много пораженных, заболевших, обожженных, или сразу десять женщин в родовой, значит, надо очень быстро вызывать специалистов. Медицины катастрофы из города. Если ваш больной не хочет выходить из комы, ваш диагноз точен, но нет сил и средств лечить. Не волнуйтесь по-напрасну. Позвоните людям в красном. Вам помогут и больной ваш будет жить. Если есть проблемы, но решить вы их не в силах. Ради Бога не стесняйтесь помощи просить. Не волнуйтесь по-напрасну. Позвоните людям в красном. Вам помогут и больной ваш будет жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин